Сушка одежды обернулась трагедией. Пятеро человек сгорели при пожаре в частном доме в Коркино. Хотя погибших могло быть больше. Двух человек успели вытащить очевидцы. Подробности у Светланы Колосовой. Эти кадры уже последствия пожара. МЧСники разгребают завалы. Вот причина возгорания. Отопительная печь. Рядом висели распашонки. Они перегрелись и вспыхнули. В это время здесь спали семеро человек. Двоих удалось спасти. Они госпитализированы в больницу. Погибли пять человек, среди которых пожилая женщина 69 лет. Ее сын 92 года рождения. Дочь 83 года рождения. Внучка 4-месячная и 5-месячный правнук. А вот хозяевам частного дома в Копейске повезло больше. Их успели эвакуировать. Вот она прямо дверь. Она свободно открывается. Прямо, прямо, прямо. Деревянная изба загорелась вечером. Пока вызывали пожарных, огонь отрезал выходы. Жильцы оказались в огненной ловушке. А все документы у меня сгорели. Хозяин надышался угарным газом. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Встань, фонарь, качай! Девочка! Дом был газифицирован. Рвануть могло в любой момент. Но пожарные не дали огню подойти к трубе. Сложность заключается в том, что дом весь деревянный. Известно, какие перегородки пустотные или кирпичные. Там собака у меня. Пусть она выскочит. Дима! Давай, фонарь! Димочка, иди сюда! Последними из горящего дома вынесли собаку и кошку. Животные не пострадали. С тех погорельцев приютели соседи. Хотя и они уже были готовы к переезду. Пламя едва не спалило и их дом. Это что, поджог что-то? Гэнка курил. Гэнка, приклад я первый раз закупил от дивана. Второй раз давай. Хотя пожарные не исключают, виной всему могла стать ветхая проводка. Субтитры создавал DimaTorzok